добрый день дорогие друзья с вами мария карпинская и сегодня я хочу вам раскрыть одну очень важную тему которую никто почему-то не раскрывает и никто не не говорит на пути саморазвития какие духовные ловушки иллюзий ожидают тех кто ступил на этот путь знаете сейчас я вот думаю как же мне удалось ну то есть я конечно попадалась как и все в ловушке но мне удалось через какое-то время распознавать их и так скажем уходить то есть покидать эти ловушки спасая себя что же мне помогало и вот я сейчас вспоминаю своего отца ушедшего дай бог ему там прекрасного развития тоже в том мире именно он мне наставил на пути рассказал об этом обо всем то есть у него была такая тема про которую мы говорили с ним о душе когда душа попадает в разные виды ловушек отступила на миллиметрах любают километры там попала на там куда-то погубила свою душу на целую жизнь ну то есть такие страшные вещи он говорил я в испуге была тогда слушая его что просто нельзя не туда и не сюда и вообще как то получается что путь духовного развития это путь по какой-то веревочки над какой-то пропастью страшной где какие-то ловушки иллюзии в которые человек может попадать и залипать на целую жизнь и мне очень повезло я так думаю сейчас уже отец-то рассказ говорил что он служил в китае я не знаю сколько лет он там служил у меня такое чувство что он там обучался то ли до сизму то ли еще в какой-то школе может шаолине или где я не знаю но он вынес оттуда вот именно эти знания потому что единственные две страны где есть эти знания это китай и индия но может есть еще и в китае в японии я этого не знаю ну просто я знаю эти две страны и знаю что в них эти знания есть ограничение ловушек особенно вот в индийских кто смотрел пуранах вот бог богов махадев дэвонки дэв или махакали там в такие ловушки даже сами боги попадают чего же говорить про людей которые ступили на путь духовного развития люди там конечно сидят чтобы очиститься мощных аскезах более понятно извините что я так говорю сейчас я прокашляюсь в том что я уже говорила вам у меня сегодня 26 день голодания поэтому голос может немножко ослабевать ничего страшного так вот наиболее так подробно излагается вот эти расклады в китайских учениях ну вы можете прочитать даосизм допустим даотское учение для того чтобы понять и изучить как двигаться но принципе китай утверждает что без наставника путь движения в духовной высоты невозможен и нужны духовные наставники но у нас в россии у нас страна особенно у нас нет ни наставников ни на кого опереться просто я же говорю мне просто дико повезло с отцом ну и вообще как бы мой путь с детства видимо был предназначен для того чтобы делать определенные вещи здесь на земле и не жить земной жизнью и и поэтому у меня такой отец а вообще в россии очень трудно стать на путь духовного развития то что я сегодня могу наблюдать вот именно сегодня то могу вам сказать что происходит что-то невероятно ужасное я наблюдаю разных своих знакомых я наблюдаю просто разных людей в интернете и что я вижу они все попали в ловушки иллюзий вот есть эта жизнь до реальная жизнь ты пришел на землю или ты пришла на землю чтобы здесь что-то осуществить что-то сделать для того чтобы так скажем здесь ну как вот евреи пишут внести себя в книгу жизни есть смертные люди которые проживают одну жизнь похоже что россия это последний шанс до какой-то и шанс это нет то есть вообще как такая вот странность что я не могу понять я уже давно разбираюсь родившись в этой стране у меня такое ощущение что я знаю гораздо больше миллионы раз больше того что здесь происходит и я никого и чему не могу научить и это вы не представляете как грустно потому что но зачем я сюда пришла вот для какой-то там горстки людей для совсем маленькой которые слушают может быть получают отдал удовольствие от того что они просто слышат меня успокаиваются как-то ну и больше ничего а вообще если серьезно говорить о духовном пути развития у меня есть один знакомый он появился недавно и он из ютуба ко мне пришел что приятно все таки ну хоть парочку человек но пришли ко мне с ютуба и я просто так рада мы сейчас очень сильно дружны мы очень близкие люди и эти двое очень быстро развиваются но тот человек с которым мужского пола так скажем я не буду о нем там называть его имени он вообще сам проходил вот этот духовный путь очищения для этого он уходил жить в лес многие люди они интуитивно чувствуют что для того чтобы выйти из этой матрицы и очиститься освободиться от каких-то программ нужно пожить где-то там отдельно и вот он жил в лесу 1 и он там сначала у него было просто сыроедение а потом он перешел на путь голодание как он мне говорил он голодал немного нет не столько дней сколько я но ощущал вот тоже что ощущаю я то есть я могу сказать что голодание это не только там похудение очищение тела своего нет вовсе нет голодание это очищение мыслей полная потому что когда ты голодаешь у у тебя исчезают вообще все мысли то есть ты попадаешь такое состояние пространство и времени даже где-то время теряешь даже где-то но потея вот как бы не ощущаешь времени и ты находишься в неком пространстве в котором нет ни единой мысли и и такой идет процесс очищения именно от всех мыслей просто от всех и конечно вот я хочу сказать что это очень положительный эффект дает потому что ты как бы как компьютер у тебя все стирается все программы и потом ты будешь по новой до потихоньку устанавливать новые программы такое обновление обновление мыслительного плана ну насчет чувств ну я вот могу сказать что когда проходит первый этап а он аскея с разных очищения процесса идет люди удаляются медитируют там сложно очень сложно а потом когда человек понял что он очистился ну он поймет это сам что произошло его очищение он как бы может ступать на следующий этап и вот на следующем этапе следующий этап называется скрытая божественность да такая скрытая я не знаю почему она называется так но вот скрытая и в этой скрытой божественности человек может делать может делать разные проекты разные дела здесь на земле что-то доброе для других людей для жить не для себя а для человечества то есть если человек занимается саморазвитием и живет только но для себя это не саморазвитие это тоже вот это ловушка значит первая такая самая гибельная ловушка это когда человек дошел допустим до какой-то стадии если он дошел очищение а может и не дошел и начинает жить для своего развития для своего эгоизма да ну и ничего из этого не будет поверьте этот человек никуда не придет то есть он скорее всего застрянет в этой иллюзии обычно у меня у меня очень много знакомых застрял их даже не вытащи с ушами уже оттуда не ходят по разным семинарам практикам как они там тренингом и так далее с одного тренинга на другой деньги есть платят там ездят на эти тренинги дурацкие ну естественно никакого развития они не получают поверьте они просто вот попадают в ловушку иллюзии духовная ловушка так называемая и из этой ловушки они могут не выйти до конца своих дней потому что выход из нее настолько будет ошарашивающе болезненным если не дай бог происходит произойдет осознание свят свят называется лучше не осознавать что происходит некоторые люди люди отрываются от земли становятся на какие-то контакты или там еще что-то такое не поймешь чего то есть они как бы контактируют с кем-то там с кем я не знаю неважно или там вообще отрываются от земли что-то такое им кажется что они делают великие дела на уровне мыслительным но я могу сказать что это невозможно для людей вот человеку кажется что он идет по духовному пути он делает какие-то великие дела но на самом деле это тоже ловушка иллюзий есть даже такое понятие сады иллюзий очень красивые сады есть вот я помню что когда еще только все начиналось там восемьдесят каком-то шестом году и я у меня появился такой учитель Галина Молодцова ее уже в этой жизни нет она обучалась каким-то практикам медитации и она значит обучала медитировать и вот концентрируясь на третьем глазе и там ты попадаешь как бы вот такой путь ну то что ты видишь когда ты медитируешь что ты идешь по какому-то пути и вот эти сады и справа и слева они такие прекрасные и тебе хочется зайти в этот сад но если ты в него зайдешь если нет цели не поставлена цель куда ты идешь и зачем ты идешь ты можешь повернуть направо налево и сразу попасть в ловушку помните камень на котором написано направо пойдешь туда попадешь коня потеряешь налево пойдешь там жену найдешь туда пойдешь ну в общем ты попадешь совсем не туда куда ты шел ну если человек бесцельно просто идет ну неизвестно вот зачем он идет просто идет в нем что-то пробудилось и он пошел то конечно так как у нас уже прошло с той поры как началось пробуждение людей с восемьдесят девятого года смотрите по идее появилось столько книг столько практик все люди страны должны быть пробужденными а их нет никого вот чем больше я общаюсь с людьми тем понимаю что никого нет все потеряны где они все заблудились в садах иллюзий в ловушках в этих и некоторые я так понимаю что вот сколько у меня было таких хороших людей я их потеряла и я знаю что в этой жизни по крайней мере я уже с ними не смогу беседовать не смогу адекватно разговаривать то есть либо я буду поддакивать вот там у меня есть Наташа такая она вообще просто все настолько заблудилась что она живет в Швейцарии ну а вот она тренингами занимается боже мой боже мой ну она уже лет лет вот двадцать ездит по этим тренингам а была такая шикарная подруга мы с ней так здорово в Геленджике вместе там были такие приключения у нас мы были мы там жили в Просковеевке в палатке ну в общем было много чего интересного человеческого и мы так весело отдыхали и одновременно мы там закалялись еще что-то и вдруг она вот вдарилась во что-то и она потерялась и так потерялось огромное количество людей и просто что произошло вот у меня были тысячи знакомых много друзей кто-то уже ждал там допустим конца света так не дождался и умер там отчислял деньги куда-то в какие-то кто-то вляпался в секты и тоже уже все их не вытащить допустим там вот я же тоже попалась в секту Виссариона да в Сибири ну это еще давно восемьдесят девятом году можете представить сколько лет прошло тридцать с гаком да уже больше тридцати и я-то оттуда через год я уже все поняла а через два года я оттуда выкарабкалась просто голая бусая но выскочила живая невредимая то что я потеряла материальное все ну и фиг с ним что называется это дело наживное а вот душу потерять это самое страшное а там сейчас люди вот Виссарион и его приспешники там сидят в тюрьме и эти люди там что-то такое пишут постоянно мучаются страдают они его защищают они слепы они ничего не видят они не могут даже сравнить и проанализировать вот они вот он вот результаты его деятельности вот к чему он пришел вот что обнаружили при когда его забирали в его доме как так алкоголь там еще он проповедовал одно жил по другому и так почти все учителя если человек трезвый и попал допустим в какую-то секту их да тут миллионы у нас такое ощущение что Россия просто вот захватывает это все и люди идут в эти секты и видят же все ну видят откройте глаза посмотрите они видят но не видят как так не замечают почему они не замечают они находятся в иллюзии духовной они попали в ловушку и они вот в этом кружочке своем они ничего не видят они видят только себя и они слышат эти слова которые говорит им тот или иной гуру там учитель недогурка и так далее они ничего не слышат некоторые просто сами пошли по этому духовному пути и без учителя без ничего и тоже попали в духовные ловушки и так вся наша страна оказалась безлюдной и я на сегодня как глаз вопиющего пустыни мне некому докричаться мне незачем даже кричать потому что некому все упросто все закрыто все разбрелись все те кто могли бы объединиться вместе со мной вот мои эти 110 проектов представляете 110 способных восстановить вообще духовное состояние страны и не только духовное и социальное и такое люди говорят ну Мария вы так уже дозрели вам уже не проектами заниматься вам надо быть где-то там в правительстве но в правительстве там другие люди сидят и вот в связи с тем что всех людей поймали по этим ловушкам причем хороших людей теперь так легко вообще выдвигать всякие другие программы с помощью которых дальше их всех разъединили покидали куда-то а теперь спокойно бери чипируй там делай с ними что хочешь и все и будет то что про чего говорят и Россия попадает под такое совсем уж ужасное положение конечно вот Индия все равно что бы там не было она не попадет под это все под такую раздачу вот Китай они как-то тоже как бы пошли под это все под эксперименты эти на них прямо ставят эксперименты вот там очень много людей конечно умерло тоже я не знаю почему хотя Китай это высокодуховная в каком-то смысле среди там столько духовных людей там столько школ духовных и они попались но я думаю те кто в духовных школах в Индии в Китае они ведь этому не подвержены а у нас что есть у нас есть простите христианство но христианство оно не проповедует очищение от грехов оно проповедует прощение грехов вот то есть ты на халяву там натворил чего-то потом ты приходишь к священнику он тебя прощает ты ему исповедуешь он тебя прощает и отпускает грехи это же не правда ничего ему не отпускается вот и потом конечно само по себе очищение оно предполагает как что ты уже не ешь продукты не чистые которые едят люди там мясо рыбу и так далее но люди же продолжают это есть и пытаются идти по духовному пути это невозможно я знаю много веган подобных мне которые там встали на этот путь и может быть они находят его но это знаете их их много но немного сколько их может сотня не знаю я не знаю их и я не знаю в каком положении они находятся некоторое время я сталкивалась с веганами у них начинается тоже какие-то там странным образом съезжает крыша я не знаю почему люди теряют здравомыслие не могу понять и я тут разбираюсь я пытаюсь знаете для меня это поле такой битвы по разбиранию того что здесь происходит что происходит я приезжаю в Индию мне все понятно кто где все так сказать известно эти это делают эти это это йоги это там хатха йоги это интегральная йога люди занимаются они идут по определенным системам которые разработали определенные учителя которые достигли просветления здесь же вопрос кто здесь достиг просветления я не знаю таких людей я знаю что я иду по пути духовного очищения да я регулярно это делаю потому что здесь все равно засоряешься ты живешь в пространстве где все против тебя все против тебя ты один против всех это очень тяжело вот поэтому когда встают такие духовные ловушки ну кто попался я уже не знаю тут уже им не выйти а для тех кто еще собирается вдруг вступить на путь духовного развития вы знаете я думаю что здесь это ну почти невозможно простите что я говорю такие вещи ну пробовать конечно можно но надо понимать вот надо знать что нужно поставить какую-то цель себе который конечную которой вы идете там конечная цель она на самом деле одна это слиться с творцом без творца никакого движения вообще никуда не будет можно просить чтобы бог стал вашим ну как бы наставником раз тут нет учителей и наставников вообще нет здесь просто понаписали кучу книжек там миллионы томов изгадили простите столько деревьев но эти книжки они все не в красную армию как говорят никуда поэтому надо брать в духовные наставники отца просто отца и он возможно будет наставлять и подсказывать как то надо выходить держать этого отца надо молиться очищаться до такой степени в аскезах обращаться к творцу бесконечно к нему обращаться чтобы наконец он вас услышал и когда он услышит поставить в аскезе одну единственную цель будь моим наставником веди меня по этому пути избави меня Боже от всяких духовных иллюзий и ловушек позволь мне идти этим путем вы знаете когда вот человек очищается он в любом случае сначала приходит к тому чтобы здесь делать что-то для человечества и делать какие-то проекты маленькие но проекты чего я вам желаю друзья я просто рассказываю как сложен этот путь и поверьте вот даже я сейчас с вами разговариваю на двадцать шестом дне голодания и завтра у меня будет уже две недели останется но вы не представляете как это трудно невероятно просто то есть я пересиливаю себя и говорю с вами ну себя ломаю себя пересиливаю чтобы разговаривать но в принципе очень тяжело но вот это очень мощное конечно очищение на котором не каждый человек может стать на этот путь аскезы вот но нужно молиться нужно просить медитировать или молиться и просить творца стать наставником не священников каких-то потому что они вас заведут не туда не кого-то там это все мурня нужен духовный учитель и так все я желаю вам вашей жизни либо жить честной такой материальной жизнью скромной 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 то что бог дает и за это благодарить и так скажем вот благодарстве этом проживать каждый каждый день проживать так чтобы вот понимать что вы что-то сделали для близких для дальних там для людей посвящая свою жизнь богу каждый день и это будет гораздо лучше чем если вы пойдете по духовному пути в поисках саморазвития и или в своем эгоизме застрянете вот в этом кружочке или в какой-то сад иллюзий попадете вот поэтому если вы чувствуете что непосильно что-то отпустите все и просто начните просто жить обычной жизнью и пусть ваш каждый день будет таким насыщенным вот богом пусть это будет пропитано богом с богом ложитесь как говорится с богом и вставайте вот этого будет достаточно вам достаточно для того чтобы не попадаться никуда и чтобы в обычном дне в обычном вещах домашних и всех находить вот это божественное вот наверное это духовный путь для тех кто живет на территории россии для большинства все спасибо с вами была мария карпинская будьте счастливы до свидания